Привет всем, друзья! Срочный видосик, не думал, что его надо будет сегодня записывать, но оказывается слили список всех танков черного рынка, вернее даже не всех танков, а всех предложений, потому что здесь есть и 3D стиль, вы собственно можете видеть на экранах и сразу, как этот список получен. Вот экспресс, судя по всему, нашли в клиенте игры скрины с черного рынка всех этих танков, то есть тут видно и это TL1, LPC, ИС-2М, кажется, ИС-3, СМЗ, Пантерка, Крамвилечек, в общем все слили, не показано, естественно, какая цена будет, аукцион показан, и да, здесь просто почти все идет через аукцион, но естественно для ВГ это более выгодно. Давайте смотреть, что это за список и обсуждать, что из этого списка стоит брать, если это будет. Естественно, есть вероятность, что после слива списка ВГ что-то поменяет, и здесь еще вообще 16 позиций, хотя написано, что на официальном сайте, что будет всего 14 лотов, а здесь аж 16, поэтому непонятно, как все это будет. Плюс, допустим, нету ПЗ-54, который в видосе анонсили, не знаю, может быть его заанонсили, да, зная, что сольют список и потом заменить, может быть специально таким образом подогревают интерес, потому что, ну, вышел черный рынок и сразу тут список слили. Возможно, что-то из этого будет, ну, есть ожидаемый типа стиль на ЕП-7, есть ожидаемый ВЗ-111, 10 левел, остальные танки, ну, Т-22СР тоже ожидаемый после апа, остальные танки, слишком много здесь премов, но давай обсуждать по порядку. Прогета М-35 мод 46, Прогета это, наверное, лучший премиум танк, средний, вот, из тех, что можно купить, да, есть еще Ростик, Ростик и Прожета и Бурасик, наверное, 3 средних танка 8 уровня премиумных, которые прям вообще бомба-пушка, и вот здесь есть Прожета, скорее всего, ну, давай предположим, во-первых, здесь аукцион, это точно, скорее всего, это будет за голду, получается, да, наверное, сделают тысяча, там, 5 голды стартовая цена, но, естественно, уйдет он сильно дороже, то есть это, по сути, как если бы ВГ просто ввели в продажу Прожету, при этом в продажу, там, за большую цену, просто уникальная СТ-шка, довольно редко продается, не помню вообще, сколько она распродавалась, хорошая машинка, кто ее не успел тогда забрать, сейчас будут ее очень сильно хотеть, дальше идет 50ТП прототип, поляк, 8-й левел тяжек, такой, типа, убийца-защитник, в скобочках, потому что, по факту, он не убийца-защитника, танчик, в принципе, неплохой, за серебро, там, за лямов 9 спокойно можно забирать, то есть, мне кажется, и реально его будут продавать за серебро, потому что, зачем он нужен за голду, скорее всего, за серебро, скорее всего, лямов за 9 можно забрать, то есть, это так же, как Крайслер Ка в тот раз был, в принципе, норм. Ауф Кляй Пантер, это легкий танк седьмого уровня, который сначала был прокачиваемым, потом его вывели, и теперь его хотят добавить, судя по всему, премом, ну, это просто для коллекционеров, по сути, ну, то есть, машинка для большинства не особо интересная, скорее всего, будет за голду продаваться, ну, потому что уникальный новый танчик. Шкода Т27, неплохая СТ-шка в целом, за голду я бы, наверное, ну, много прям не ставил, да, с учетом того, что это аукцион, то есть, за какие-то тысячи, там, семь-восемь голды, как стандартная СТ-шка стоит, можно брать. За какую-нибудь десятку, двенадцать, ну, я уже не, ну, там, десять, девять, десять, одиннадцать, двенадцать я уже в этом смысла мало вижу, поэтому, может быть, получится там урвать нормальную СТ-шку, там, тысяч за шесть золота. В принципе, норм, да, как, как суперпершин какой-нибудь, но не сказать, что машина прям суперкрутая, она нормальная, вполне рабочая, да, это СТ-шка с барабаном на три снаряда, можно на них покатать будет обязательно на этих премах, ну, я завтра делаю стрим в семь утра, ну, то есть, я буду в семь утра и в семь вечера стримить каждый раз, поэтому можете заходить, и, возможно, на одном из стримов обкатаем все эти танки, вы сможете заранее посмотреть. Посмотрим, подтвердится ли предположение, подтвердится ли следующий танк из этого списка. Далее у нас идет ВЗ-111 Килин, это такой, типа, золотой вазик, аналог прокачиваемого десятого уровня танк, то есть, по ТТХ идентичный абсолютно, на китайском регионе он вроде немножко отличается, да, он там вроде имба, здесь нет, здесь просто это уникальный такой стиль золотой, там, с огнем при выстрелах красивым. Это, опять-таки, для коллекционеров каких-то, для тех, у кого все есть, допустим, вот мне лично этот танк интересен. Еще одна десяточка, на которой можно взять еще одни три отметки. Скорее всего, я так подозреваю, что будет продаваться за голду, причем за довольно, ну, это будет аукцион, и ставки будут довольно высоки. Не знаю, сколько будет конкретно машин продаваться таких, но, мне кажется, это сделают что-то типа Тайпа 59, такая уникальная, тысяч пять их ведут, там, первый раз на первый черный рынок, да, ну, впервые его вводят, сделают тысяч пять, и, там, за какие-то космические деньги он будет забираться, там, за 30 тысяч голды. Что-то типа того, мне кажется, будет с вазиком. Далее у нас идет 3D стиль на EP7, там, техническая цена его, по-моему, 5 тысяч голды, но это, опять-таки, мало кому интересно. Тем, кому интересно, возьмут, а всем остальным, ну, даже смысла особо присматриваться нет, лучше голдишку или, там, серебро потратить на что-то другое. СМО-СМ один из лучших премиум тяжев, премиум тяжей, вернее, однозначно стоит брать. Вопрос в том, за сколько будет это в серебре или в голде. Если будет в серебре, то этот танк стоит и 15 миллионов серебра, я вам так скажу, то есть, ну, не знаю, за сколько его точно будут забирать, там, может, за 12, за 13, опять-таки, зависит от количества лотов. Но если за серебро будет СМО-СМ, то это просто пушка-гонка, однозначно стоит брать. Дальше, кроме Вильбе, хороший танчик шестого уровня, один из лучших наравне с А3-4-85М, наравне с Тайпом в 64-м. Ну, опять-таки, не все играют на шестых уровнях, не всем это интересно. Бритеджин Пантер Аукцион, я не понимаю, зачем, мне кажется, вообще этого лота не будет. Зачем кому-то нужна эта Пантера, она ничего из себя суперкрутого не представляет. Падал он, по-моему, в коробках позапрошлого года. Ну и, собственно, я даже на нем ни одной каточки не скатал, никому он особо не интересен. Такой лот ни о чемный. Ренегат. Ренегат, вот это уже интересно, потому что это так же, как и СМО-СМ, хороший танчик. Многие его взяли за марафон. Изначально он не казался каким-то суперхорошим, но постепенно привыкли к нему, поняли, как на нем играть. И, допустим, даже когда я играю там на 90% побед взводом, многие мои совзводные хотят играть именно на Ренегате на восьмом уровне, потому что у него хорошая пушечка, такой вверткий, и что-то танкануть может. Единственная его проблема — командирка. Опять-таки, скорее всего, вот этот вот, ну это так же, как и СМО-СМ. То есть за голду можно за определенную там брать, там 1010-12 может быть, так же, как и СМО-СМ. Но если будет за серебро, это вообще пушка-гонка. ИС-3 с МЗ тоже самое. Лично мне МЗ не особо нравится. Слишком он косой. Но для большинства этот танк будет очень простым. На нем не надо думать о вот этой механике дозарядки, как на итальянцах, потому что на итальянцах иногда надо стрелять последним-последним-последним снарядом, не разряжать полностью барабан. На ИС-3 с МЗ, наоборот, выгодно полностью разряжать барабан. То есть это такой танк, который там разряжаешься, стреляешься по КД, по одному снаряду, и потом куда-то долго едешь, и за это время у тебя заряжаются три. То есть достаточно простой, но косой, и, не знаю, мне лично не особо нравится на нем играть. ИС-2 Берлин тоже много, где можно было его забрать. Тоже ничего из себя там суперкрутового не представляет. Ну, просто такая уникальная машинка. По-моему, она здесь есть, да? Да, по-моему... Нет, стоп, где-то я видел. Вот он, ИС-2. Берлинская тройка, постоянно он продается, скорее всего, будет за серебром, мне так кажется. Ну, много серебра он не стоит, там ляма 4, может быть, можно на него потратить, но больше я бы не стал. Опять-таки, фош 155-й уже третий раз будет на черном рынке, если он будет. Почему-то здесь нету бабахи 183-й, а фошек есть. Это чисто для коллекции, чтобы был, то есть, скорее всего, он будет ляма за 23, вот видите, а, ИС-2 Берлин. Кстати, простая продажа, я сразу это не заметил, потому что в основном аукцион, аукцион... А, СМОА тоже простая продажа, ёкарный бабай, что-то не обратил на это внимание. Простая продажа, давай по СМОА СМ подумаем, простая продажа, за сколько его могут продавать? Ну, либо это будет 1010 голды, да, 12 может быть, либо, ну, навряд ли фиксированная будет на СМОА СМ в серебре, вот вообще навряд ли тогда получается, я не верю в это. А вот тогда, получается, на СМОА СМ, скорее всего, будет простая продажа за голду, а вот Ренегат будет аукцион за серебро, мне так кажется. Вот, простая продажа фоша, это там сколько в прошлый раз, 23, по-моему, миллиона была серебра. Это опять, кому надо, те купят, кому не надо, ну и пофиг. А-32, даже комментировать особо не хочу, и Т-22 СР аукцион, вот это интересно. То есть танчик апнули, я на нем сегодня покатался, вроде неплохо апнули, то есть он и да, он, конечно, был занерфлен в хлам, но какие-то на нем тысячи четыре можно было выдавать, но играть было на нем особо неприятно, у него очень медленно ворочалась башня, вообще ДПМа не было. Сейчас с этим получше, башня получше ворочается, ДПМ чуть лучше, и с его читобортами можно поиграться. Это танк был, фиг знает, когда там 6 лет назад в специальных режимах за ЛБЗ его можно было получить, там все сподставухи эти выполняли, забирали Т-22 СР, поэтому его занерфили в хлам вообще, он был лютый имбой, его занерфили вообще в хлам, и с тех пор забыли и вообще даже вспоминать не хотели. Сейчас его апнули, ну, естественно, к черному рынку. Будет аукцион, я думаю, это будет примерно то же самое, что с ВЗ-111, то есть, хотя, стоп, хотя тут может быть по-другому, то есть Т-22 СР не какой-то супер токсичный танк, не какой-то супер имбовый, но с другой стороны он очень эксклюзивный, да, он вот, есть у ограниченного количества людей, которые получили его 6 лет назад, и с тех пор, ну, ничего о нем не было слышно. Непонятно, как сделают с этим, как сделают с этим танком. Я еще покатаю Т-22 СР за голду, скорее всего, он будет продаваться. Мне кажется, что ВАЗик, что Т-22 СР будет продаваться за голду, все-таки слишком уникальное предложение, и серебро ВГ сможет и на других там премах выбить, а вот на таких танчиках, я думаю, ВГ будет выбивать голдишку. Вот, пишите, я быстренько для вас осветил, потому что не все чекают такие новости, пишите, что вы думаете по поводу этого списка, что из этого вы бы хотели взять, да, на что готовы потратить серебро, на что готовы потратить золото и сколько готовы потратить. Интересно почитать будет, что для вас наиболее желанное, а я, в свою очередь, постараюсь все танки из этого списка скатать. Ну, и также каждый день я буду стримить в 7 утра и в 7 вечера, поэтому приходите, будем все новинки опробовать. То есть, половина из, ну как, есть, 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 вот этот куплю, этот есть, 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 все эти танки, короче, которые не новые, все они у меня есть, все их я буду обкатывать. Вы заодно сможете посмотреть, что стоит покупки, что не стоит, ну, а пока что пишите ваше предварительное мнение в комментарии. На этом у меня все, быстренько осветил, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, увидимся в следующих видосах и стримах, всего доброго, пока-пока.